Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет в наличии книг Если Нечего, собственно говоря, показывать И продавать Ну, значит, смысла нет никакого Ехать Такая история, где можно не только показать, но и продать Вот в этом году была 33-я Московская международная книжная Ярмарка Еще позапрошлом году Она называлась выставка-ярмарка В прошлом году она слово выставка Потеряла Я не могу сказать точно В прошлом году В очередной раз поменялось руководство Генеральной дирекции Международных книжных выставок и ярмарок Это такое учреждение Учрежденное Прошу прощения за тавтологию Федеральным агентством по печати Которое занимается в России Организацией Книжных выставок и ярмарок И организации участия российских представителей В зарубежных международных книжных ярмарках А вот в прошлом году руководство поменялось Они решили, что Слово выставка почему-то в названии Нет необходимости в нем Хотя с 1975 года проводится регулярно Это международная выставка в Москве И всегда она была выставка-ярмарка Но надо сказать, что прошлый год Впервые с 2009 года Вот в прошлом году мы не участвовали в ярмарке Потому что условия были Участие такие, что мы Такое маленькое, небольшое Региональное книжное издательство Не могли себе позволить В этом году В связи с тем, что В июне Традиционный книжный фестиваль На Красной площади Где уже шестой год В этом году должны были собраться В том числе и региональные издательства И где участие бесплатное Он прошел без регионов Из-за коронавируса К нему были допущены только Издательства Москвы и Московской области И в этом году В качестве такой, наверное, компенсации Ну, конечно, не под давлением Общественных организаций Которые объединяют Книгоиздателей и книгораспространителей Генеральная дирекция При поддержке, естественно, федерального агентства По печати и правительства Москвы Предоставила практически всем участникам Кто претендовал на минимальный стенд Четыре квадратных метра Эти стенды бесплатно А обычно это стоит денег? Ну, обычно это стоит приличных денег Для небольшого издательства Это достаточно приличные деньги Мы можем сумму озвучить? Ну, это порядка обычно Не менее 50 тысяч рублей Стенд стоит То есть это за то, чтобы выставиться только? Да, ну, да Принять участие Предоставляется минимальное оборудование Оборудованный стенд Там книжные полки, стол Обычно два стула Минимальное какое-то количество Бэджей для прохода Ну, то есть для участия Вот, в этом году было всего два участника Но из-за ограничений на стенд давали один стул Предполагалось, что одновременно на стенде может участвовать Присутствовать только один участник Но это, конечно, абсурд Потому что многие издатели региональные Имеют семейный бизнес Ну, и вообще тесно общаются То есть они выходят на улицу, общаются А на стенд заходят Им нужно где-то по одному Да, строго по одному Ну, в общем, были такие Несколько абсурдные требования Которые как-то нивелировались Но то, что касается прохода на ярмарку Конечно, были беспрецедентные меры Маски, перчатки Контроль на входе Постоянно ходили представители организаторов И проверяли, чтобы Все соблюдали этот режим Масочный Там надвиньте маску А количество посетителей как-то ограничивали? Количество посетителей Предполагалось, что будет ограничено Временем записи На сайте можно было зарегистрироваться И к определенному времени подойти Только так пропускали? Или пропускали все-таки открыто? В порядке очереди? В порядке... Очередь организовалась сама собой Потому что, например, в отличие от прежних лет Когда на ВДНХ Раньше на ВВЦ проходила ярмарка Там было очень много рамок Там шесть или семь, наверное, рамок для прохода И сразу параллельно могли заходить Там по пять, шесть, семь человек Здесь было всего две рамки И очередь, которая выстраивалась перед Манежем А в этом году впервые в Манеже проходила ярмарка Что тоже наложило некоторые Особенности и сложности с организацией Очередь выстроилась сама собой Чтобы через эти две рамки пройти И это было, конечно, очень удивительно Потому что несколько месяцев были вообще запрещены Любые публичные мероприятия в Москве Не работали книжные магазины Вообще не работало практически ничего Связанное с массовым посещением Кроме продовольственных магазинов Все это знают И поток народа, который пошел на ярмарку Конечно, это было удивительно То есть я могу сказать, что по посещаемости У меня нет, правда, официальных цифр Но это размерно с лучшими, наверное, годами проведения То есть не было такого, что люди испугались и не пошли? Нет, было Этот фактор присутствовал Даже наши московско-вятские знакомые, друзья Которые намеревались прийти Ну, не все выбрались, не все дошли И даже те, кто пришли Там Руслан Мамедов, например, известный наш шоумен Руслан, привет, если слышишь Он пришел, увидел очередь И прислал мне фотографию, где он там на фоне очереди И написал, Женя, извини Я не в состоянии стоять эту длинную очередь Ну, это, конечно, простительно Мы в любом другом формате с ним там повидаемся Но кто очень хотел прийти В том числе из наших авторов в Москве Из знакомых и друзей Они, конечно, все прорвались и пришли У нас была возможность выписывать приглашения Особо, скажем так, жаждущим Ну, или тем, кто участвовал в каких-то наших мероприятиях До 10 приглашений на издательство Можно было выписать Правда, тоже были В течение дня или в течение... В течение всей выставки, да В течение пяти дней Со второго по шестого... А квики-то немного Это немного, да Но даже при таком ограниченном количестве Могу сказать, что не всеми приглашениями мы распорядились Ну, потому что я в какой-то момент понял Что заранее выписывать нет смысла Потому что Москва накладывает, скажем так Некоторую специфику на планирование своего времени Думаю, если человек позвонит и скажет, что он едет Я ему успею выписать это приглашение Тоже в электронном виде И вход в этом году был строго по паспортам То есть все билеты платные, бесплатные Дети, например, проходили бесплатные Единственное, у кого документы не спрашивали у несовершеннолетних Ну, если наличие паспорта, да, у подростка Что ему там меньше 18 лет А все остальные проходили по именным билетам То есть совпадение имени В билете В билете и в документе, удостоверяющем личность Было обязательно Это тоже связано с коронавирусом Или это что-то совсем другое? Ну, я думаю, что это отчасти и связано с коронавирусом А отчасти связано с тем, что организаторам Часть расходов, конечно, была компенсирована Ну, то есть аренда манежа, насколько я могу себе представить Стоит недешево И какая-то часть затрат была В том числе и при подключении правительства Москвы компенсирована Вот, но, возможно, все-таки генеральная дирекция хотела и привлечь средства через продажу билетов Ну, надо сказать, что билет по московским меркам стоил недорого 150 рублей обычно И были еще льготы там за 100 и за 50 Для пенсионеров? Для студентов, для пенсионеров Да, 50, по-моему, самый маленький был билет Вот Ну и, конечно, для москвичей Гостей столицы Да вообще, собственно говоря, для всех В том числе и для участников из регионов Увидеть региональное издательство Это вот единственная такая возможность в этом году В одном месте В одном месте, да Но надо сказать, что далеко не все доехали Потому что, насколько я знаю, организаторы рассылали приглашения В частности, вот через ассоциацию книгоиздателей Куда многие региональные издатели входят Практически во все регионы Вот, но я вот насчитал Около 30 регионов только было представлено на ярмарке Это обычный состав или в этом году? Нет, обычно было больше Были года, когда мы вообще тоже участвовали бесплатно в коллективном стенде Который АСКИ организовывала Ассоциация книгоиздателей И там до 50 бывало регионов Вот, но эти времена канули Это было там более 5 лет назад То есть это не с коронавирусом, получается, связано? Ну, это не только с коронавирусом связано Потому что, когда мы впервые приехали на выставку И так достаточно плотно принимали участие в мероприятиях Это был 2009 год Выставка занимала самый большой павильон на ВДНХ, 75-й Это огромный такой ангар Состоящий из трех залов Два огромных зала и один средний маленький Вот, и тогда выставка занимала все эти три зала Причем, ну, практически яблоку негде было упасть И за эти годы, вот последний раз, когда я был в 2018 году на ярмарке Она еще была в 75-м павильоне Она уже занимала один зал из трех То есть она ежегодно сжималась Сжималась То есть где-то года, наверное, с 2011-го, с 2012-го Это сокращение стало заметно Ну, то есть так ощутимо заметно То есть сжималась не только по площадям, но и по количеству участников По количеству, да, конечно А площадь сжималась из-за того, что уменьшалось количество участников В том числе и зарубежных В этом году, например, почетным гостем была Южная Корея Республика Корея И кроме Южной Кореи доехали до выставки только Греция Ну и какие-то, видимо, индивидуальные участники Кто смогли приехать, поработать Там Китай обычно традиционно представлен полиграфическими возможностями Но вот в этом году я их не видел, может быть Китай, наверное, не впустили в Россию Не заметил, да, потому что, ну, ограничения беспрецедентные И далеко не со всеми странами возобновлено регулярное сообщение Да, тут надо понимать, что ты ведь не с чемоданчиком едешь, одним, да? Потому что если это ярмарка, ты ведешься в России Ну, конечно, и любому издательству, которое расположено дальше, там, пригородов Москвы, там, и в самой Москве Конечно, трудности, связанные с приездом Любой, кто участвовал в каких-то иногородних зарубежных выставках Это прекрасно знает, что нужно не только приехать, нужно все привезти, где-то размещаться Да, московский издатель, он утром встал и вместо своего рабочего, привычного места просто поехал На ВДНХ или в Манеж? Да, на ВДНХ или в Манеж, а иногороднему нужно где-то и разместиться Конечно, эти затраты, они ощутимо бьют по небольшому предприятию Ну и вот, слава богу, в этом году такая возможность нам представилась То есть нет хода без добра, что называется Но еще раз повторю, что и Российский книжный союз, и Ассоциации книгоиздателей, и Альянс независимых книгоиздателей и распространителей Они очень сильное давление с подключением всех участников своих оказывали в течение нескольких месяцев Начиная с июня, когда стало понятно, что книжный фестиваль на Красной площади пройдет без регионов На руководство, которое принимало решение по проведению традиционной сентябрьской международной книжной ярмарки И поэтому нам так посчастливилось предстать А вот это вот ужимание постоянно в выставке, это кризис или это какие-то естественные процессы? Ну если отложить в сторону этот год, когда понятно, что повлияло То есть он же вжимается по объективным причинам? То есть меньше печатают, меньше, не знаю, вообще издательств стало в России? Вы знаете, тут две причины Первая причина, конечно, идет сокращение и выпуска книг, и в тиражах, и в наименованиях Хотя вот последние два года, начиная с 18-го, наверное Ну вообще эта тенденция по сокращению выпуска Вернее, по приостановке сокращения Началась где-то с года литературы, 15-го года То есть темпы, которыми сокращалась, сжималась книжная отрасль, они замедлились А потом вообще остановились и даже намечался некоторый рост В 18-м, 19-м году количество суммарных тиражей даже немножко выросло То есть количество наименований продолжает так колебательно падать То чуть вырастет, то упадет Но если тренд посмотреть, оно в долгосрочной перспективе сокращается А тиражи даже росли Если посмотреть мировую тенденцию, то мы где-то в нее вписываемся Потому что отмечалось сокращение за последние пять лет Темпов роста продаж электронных книг и возвращение позиций бумажной книги традиционной Вот если посмотреть там 50 крупнейших издательств мира, то они практически не упали в доходах Это первая причина То есть есть определенное сокращение и участников рынка, и выпуска А вторая причина, она усугублялась год от года То есть идет сокращение количества участников На те же площади организаторы несут те же затраты И автоматически возрастает стоимость участия для одного участника Возрастает стоимость некоторых участников, это отпугивает И вот это как снежный ком нарастало То есть если брать статистику, например, Федерального агентства по печати Или Российской книжной палаты То существенного уменьшения количества издающих организаций мы не увидим То есть нет такого адекватного сокращения участников крупнейших выставок То есть нельзя сказать, что издательство закрывается Нельзя сказать Но даже вот если взять нашу вятскую книгу Мы увидим, что не происходит какого-то катастрофического обвального сокращения выпуска книг Или там ухода издающих организаций Хотя надо отметить, что последние годы все-таки издательства, особенно региональные Выпускают меньше книг, меньшее количество наименований И достаточно сильно падают средние тиражи А электронные книги в электронном формате Те, которые выпускаются только в электронном формате Если они есть, они находятся в отражении на таких выставках? Вы знаете, мы в этом году располагались напротив стенда компании Ридеро Это известный публикатор электронного контента То есть у них есть сервисы, которые позволяют вообще любому автору Издать свою книгу Не только в электронном виде И через сервисы продажи ее продавать Ну и даже Ридеро предоставляет такую услугу, как издание маленького тиража Причем это стоит на Ридеро гораздо, я могу сказать, дороже, чем автор обратится в ближайшее какое-то небольшое издательство Будь то в Москве или регион Дороже, да, дороже Но для продвижения электронного контента этот сервис работает, конечно, идеально Потому что он в первую очередь на него нацелен Вот, там наискосок от нас стоял Литрес Который продает и электронные книги То есть электронные версии печатных книг И есть там тоже и сервис для авторов Но он не так, конечно, сейчас, может быть, еще хорошо отлажен, чем на Ридеро Ну то есть те, кого интересовала электронная книга Могли увидеть и пообщаться И даже там приходили авторы, которые целенаправленно шли на эти стенды Чтобы, ну, увидеть, понять наиболее короткий путь к читателю Вот через эти платформы Насколько вообще вот этот же Литрес, да? То есть один вот, ну, в России один из крупнейших игроков на рынке Насколько они вообще отжимают, что называется, у традиционных издательств? Ну, я этим вопросом, честно скажу, занимался с самого начала Как только начали кричать все, кому не лень, о том, что вот бумажная книга скоро умрет Относ, плашное телевидение Да, и там 10 лет назад говорили, вот, через 5 лет никакой бумажной книги не останется Но сейчас только, я не знаю, совершенно несведущий в этом человек Может говорить о том, что бумажной книги не будет Потому что все видят, что сегмент электронной книги, он замер на тех позициях Которые он занял примерно 3-4 года назад, и он практически не растет То есть в ведущих странах, в Британии и США, это порядка 20-30% рынка Но всем остальным странам до этих показателей далеко Я думаю, что это связано с тем, что англоязычный рынок самый большой в мире Поэтому книги, которые выходят в Британии и в США, они и попадают и в другие страны англоязычные А следующая позиция, там 7% это Германия И больше 7%, ну, по некоторым оценкам 10% перестал расти этот сегмент То есть это в 2-3 раза меньше, чем лидеры отрасли В России называют 1-2% легального рынка С учетом пиратского контента, там, те же 5-7% возможно Ну, то есть разные оценки есть Вот, то есть на данном этапе развития книжной отрасли Электронная книга вот заняла свою определенную нишу И что будет дальше? Ну, сейчас уже никто смелых прогнозов таких, как 10 лет назад, не выдвигает Я просто уже, не знаю, лет, наверное, 5 уже полностью перешла на электронные книги Поэтому мне просто было интересно, много ли людей Но я, конечно, поглощаю и пиратский контент, не буду брать Но, тем не менее, какую-то часть литературы я покупаю Причем иногда покупаю ее даже не в том виде, что ты ее скачала, она у тебя сохранилась Некоторые сайты предлагают возможность доступа То есть ты просто получаешь доступ либо к странице автора, либо к книге непосредственно И платишь деньги за это Это, конечно, стоит дешевле, но, тем не менее, вот такая возможность есть Вы знаете, если послушать позиции крупнейших наших издательств Там, Эксмо, ЭСТ, Олег Новиков, владелец Он постоянно выступает на отраслевых конференциях То есть свое видение как ведущего лидера отрасли И в каком-то смысле приближающегося к монополизму Он говорит, что по некоторым позициям они выстраивают стратегию продвижения тех или иных произведений Литературы одновременно и в электронном, и в бумажном формате И действительно это работает в определенных случаях Если мы возьмем региональные книгоиздания, где большой процент занимают в репертуаре книги краеведческого содержания Это какие-то альбомы по местному искусству, по народным промыслам Это что-то с фотографиями Да, что-то с фотографиями, какие-то исторические исследования Опять же, богато иллюстрированные То продвигать в электронном виде такую книгу до того, как тираж печатный закончился Большинство издателей не спешат Ну и это, собственно говоря, понятно Потому что маленький тираж, высокая стоимость экземпляра получается При этом и в первую очередь издатель заинтересован продать бумажную версию книг Хотя вторая жизнь книги часто как раз появляется Когда выходит на рынок и электронная версия книги печатной То есть доступна, получается, она не только тем, кто вот в этом регионе С этим издательством пересекается и может купить, но и всем остальным тоже А не получается ли так, что региональные издательства оказываются замкнуты в одних и тех же рамках В одной и той же тематике, ограниченные краеведением Нет ли такого, что, как я не знаю, иногда бывает, что съемочные группы уезжают в какие-то другие города Потому что это дешевле, и натурные съемки дешевле, и все остальное тоже Здесь было бы точно так же То есть какие-то авторы могли бы издаваться в региональных издательствах А вы предлагали бы им какие-то более выгодные условия, нежели Эксмон, например Мне кажется, что это есть, но, наверное, не очень распространено Дарья уже частично ответила в вопросе на свой вопрос Понимаете, небольшое региональное издательство А в данном случае это неважно, где оно расположено Оно может быть и в Москве расположено Оно тоже будет по законам провинциального издательства жить, если оно небольшое То, что является его недостатками в определенном смысле, может обернуться и преимуществами Но вот кризисные явления очень больно бьют всегда по крупному и среднему бизнесу То есть им трудно перестраиваться Это всегда связано с массовыми сокращениями и объемов производства, и сотрудников перепрофилированием Небольшому издательству, конечно, проще переориентироваться И то, что является, может быть, недостатком с точки зрения регионального рынка труда Является преимуществом по отношению к тем же столичным издательствам Да, бывает, к нам обращаются для определенного вида услуг и работ Из столичных регионов, где, собственно говоря, дороже стоимость услуг И то, что является, скажем, узким сегментом региональных издательств О чем вы, Дарья, сказали в плане определенной тематики в репертуаре Оно же является и преимуществом с точки зрения продвижения книги Ни одно столичное издательство при тех же, скажем, временных и прочих ресурсных затратах Не сделает такого качества книгу на местном материале, как региональное издательство Ну, исключением, может быть, является привлечение каких-то региональных авторов на столичный уровень Но в случае с краеведческой литературой это редко происходит И подготовленная качественная книга, освещающая ту или иную отрасль истории, краеведения, искусства Регионе созданная, она вполне себе может на равных конкурировать с любой подобной книгой, выпущенной в столичном издательстве Поэтому наши книги, ну, не только нашего издательства, а вообще про региональное сейчас любое издательство говорю Кто выпускает хорошего качества книги, они заметны и на федеральном уровне Нам нужно прерваться сейчас на небольшую рекламу, а потом еще поговорим о том, как работает все в регионах Возвращаемся в эфир, Евгений Дрогов, нашей студии, директор издательства «Ократко» И говорим об итогах Московской международной книжной ярмарки И о том, как книжная индустрия сейчас живет, как развивается, если развивается Я бы все-таки хотела вернуться к поездкам регионов, региональных издателей на крупные книжные мероприятия И российские, и международные И я правильно понимаю, что вообще вот эта история, она ведь отчасти про бизнес И если мы говорим про поддержку бизнеса и на региональном уровне в том числе То власти должны быть заинтересованы, я сейчас не про Кировскую область, а в целом Власти любого региона должны быть заинтересованы в том, чтобы представители их бизнеса, книгоиздательского Были и участвовали в каких-то крупных таких вот событиях Конечно, когда смотришь на... ну, общаешься с коллегами из других регионов Смотришь на их стенды, на представительность, там, делегации и так далее Конечно, возникает вопрос, оказывает ли вам поддержку регион, там, по участию в ярмарках, выставках И вообще, оказывается ли какая-то поддержка И, ну, неравномерно здесь регионы, скажем так, представлены и могут чем-то похвастаться В более выгодном положении всегда находились и находятся сейчас национальные наши образования и национальные издательства То есть это национальные республики? Национальные республики, которые получают поддержку из региональных бюджетов априори И не только на выпуск, ну, скажем так, какого-то общего там, издательского, на реализацию общего издательского плана Но и на выпуск книг на национальных языках, в том числе учебников Я так понимаю, что у них все просто в бюджете заложено поддержка национального компонента Конечно, и поддержка такая, она колеблется в разных республиках От нескольких миллионов рублей до нескольких десятков миллионов рублей Ну, например, взять знакомое нам и дружественное издательство из Якутии «Бичик», где мы были в гостях 9 лет назад У них около 400 наименований в год выходит книг То есть это сопоставимая цифра такому среднему федеральному издательству Или университетскому издательству крупному У них работает там несколько десятков человек И они до 15 миллионов в разные годы получали поддержки Сейчас, конечно, меньше Сейчас все сокращается И это тоже И это тоже, да Но, тем не менее, они имеют возможность вкладывать средства То есть, получая поддержку, они их вкладывают в тиражи, которые потом в своих магазинах продают Вот, есть регионы, ну, не связанные, скажем С национальным фактором Например, в Воронеже замечательное издательство Центр развития, Центр разрождения Черноземного края называется Вот, они регулярно из областного бюджета получают поддержку Такая поддержка была и в нашем регионе Еще до недавнего времени была областная программа поддержки книгоиздания Ну, ее можно было там по каким-то позициям критиковать Что касалось самого механизма там выделения денег Но, по крайней мере, они были И авторы могли свои произведения на соответствующую комиссию представить И эту поддержку получить Книги поступали в библиотеки областные в основном Ну, почему я про критику говорю, чтобы не прозвучало это голословно Ну, например, томская подобная программа, она поддерживала не авторов, а издателей И издатели представляли туда, на этот конкурс, уже готовые макеты И только часть тиража потом поступала в библиотеки То есть такая грантовая поддержка Но большая часть все-таки распространялась в свободную продажу, уходила И это поддерживало издателя И через издателя поддерживало автора А самое главное, что это поддерживало приличный уровень книжной культуры То есть когда издатель представляет уже готовый макет книги Он заинтересован, чтобы он был подготовлен как можно более качественно А когда поддерживается автор, а деньги все время сокращаются То встает уже вопрос, там, выпустить эту книгу в каком бы то ни было виде О качестве уже речь не заходит Лишь бы она была выпущена Потому что когда денег все меньше и меньше и меньше То на богатый макет, на качественную полиграфию денег просто бывает не остается Но тем не менее, как бы там ни было, деньги выделялись До недавнего времени До недавнего времени Пиковым годом, наверное, в этом смысле был год отечественной истории, 12-й Когда помимо областной программы поддержки книгоиздания Деньги выделялись еще и на поддержку издательских проектов Выходящих в рамках вот этого года отечественной истории И позиция тогдашнего правительства была связана с тем Что год мы проведем, там, очередной праздник Хороводы вокруг елки поводим, условно говоря Но важно ведь, чтобы после этого года что-то осталось И были учреждены несколько литературных премий новых Трансформированы старые И, кстати, вот в конкурсе «Самый читающий регион» По количеству литературных премий Мы тогда одной из ведущих, там, в тройку мы, по-моему, входили Или там фонды региональной библиотеки у нас априори высокий показатель Но когда мы входили в десятку самых читающих регионов страны Тоже прошло уже масса времени Мы скатились там куда-то в конец этого списка Вот, и сегодня денег практически на книгоиздания регион не выделяет, к сожалению То есть вообще поддержки нет? Не только на разовые какие-то там мероприятия поездки? Я ее не вижу Возможно, там какие-то суммы есть, но они настолько ничтожны, что это незаметно Ну, когда там, если несколько десятков тысяч рублей Ну, там, одну книжечку какую-то можно издать Или там несколько брошюрок тоненьких О серьезных каких-то проектах Что такое книга? Это же выражение культуры во всех смыслах этого слова И сама работа по подготовке книги выражает определенный уровень книжной культуры Но и книги выходят по разным отраслям знаний, что в целом отражает состояние культуры в регионе И когда это держится исключительно на энтузиазме А мы знаем сегодня, ну, я думаю, что кто в курсе этой темы Знают, как трудно сегодня продать книгу с минимальными, скажем так, какими-то издержками Когда падают тиражи Не только потому, что книга не востребована А потому, что действительно она становится дороже И программы, которые реализуются там по поддержке чтения, например, на федеральном уровне Они подчас до нас не доходят В том числе при отсутствии заинтересованности со стороны регионального правительства Я правильно понимаю, что есть определенные федеральные программы В которых можно участвовать И если областные власти или кто-то там в областном правительстве, кто отвечает за этот вопрос Будет в этом заинтересован, он может найти эти конкурсы, заявиться в эти программы И получать сеть Ну вот, к примеру Я просто хочу о чем-нибудь светлом поговорить Вот о светлом Саратовская область, да Ну, средний такой регион в российских масштабах Там есть, конечно, энтузиасты, да, своего дела Но они увидели возможность там Уговорили областное правительство Поучаствовать в федеральной программе Которую Российский книжный союз реализует По поддержке и продвижению чтения И уже, по-моему, седьмой год в этом году Они проводят большой книжный фестиваль С международным участием И находят, и привлекают и федеральные деньги И региональные находят И приезжают издательства и со всей страны Из ближайших стран СНГ И для местной публики Которая до сих пор читает Дорожит книгой, читает Это праздник настоящий Несколько дней Я один раз участвовал несколько лет назад В этом фестивале Могу сказать, что, ну, это удивительная вещь И таких регионов не один Что возили вы в столицу? Чем коллеги порадовали? Ну, мы новинки привозим всегда И старый репертуар тоже возим Потому что, как бы долго мы не участвовали В федеральных мероприятиях Всегда находятся читатели Которые там впервые выбираются На ярмарку Или приходят, доходят впервые до стенда Когда более трехсот издательств Два огромных зала Два этажа там было задействовано в манеже Да, если ты работаешь, ты не можешь посвятить пять дней тому Чтобы обойти все То есть, если досконально задерживаться у каждого стенда Чтобы хотя бы, ну, может быть, не подержать каждую книгу в руках А хотя бы глазами провести по ним То дня одного не хватит все равно Вот, и бывает, что кто-то проскочил мимо, не заметив В прошлые годы Поэтому мы старые книги возим Там по несколько экземпляров И каждая книга, собственно говоря, находит своего читателя Вот, ну и в рамках выставки Всегда подводятся итоги Крупнейших Всероссийских конкурсов книжных Вот, и в конкурсе Региональной литературы Региональной краеведческой литературы Малая Родина Это такой самый престижный конкурс для региональных издательств Одна наша книга Владимира Сизова Дворянская игрушка выиграла в одной из номинаций Это очень приятно Дворянская игрушка, давайте расскажем это про что это Это не игрушка для дворян Да, это игрушка, которая появилась в деревне Дворяне Яранского района И сейчас она развивается То есть это такой Промысел Промысел, да, но он родился из авторского А сейчас его поддерживают несколько мастеров И мы надеемся, что он такой традиционный промысел Наравне с дымковской игрушкой Разовьется Вот, и Более 50 издательств представили Книги на этот конкурс Вот, и мы попали в номинацию С достойными соперниками, надо сказать Мы не были уверены, что мы выиграем Интрига сохраняется до последнего момента Вот, и я очень рад Тому, что нашу книгу заметили Отметили И потом ко мне подходили некоторые члены жюри И говорили, что книга поразила Столичное жюри Вот, Владимир Сизов участвовал тоже в церемонии Приезжал Мы видели фотографии Да, я его тоже в очередной раз поздравляю с этой победой Она очень приятная, достойная За эту нашу книгу не стыдно Не сейчас, не, я думаю, в будущем будет Вот, в книге года, в национальном конкурсе в этом году мы не подавались Но там традиционно очень скромно представлены региональные издательства В этом году только два региональных издательства смогли в шорт-лист пробиться Вот, поэтому любая победа региональной книги Это ведь еще и торжество, собственно говоря, региональной книжной культуры Которая может конкурировать со столичной Спасибо большое Евгений Дрогов, директор издательства «Краткое» Мы говорили об итогах Московской международной книжной ярмарки Дневной разворот на этом завершается Мы со слушателями прощаемся До свидания, читайте книги До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин